Добрый день, дорогие друзья. В жизни бывают такие ситуации, когда ты прав, но от этого ни разу не легче. Накануне выборов я сказал, что основной вопрос повестки дня – это политические репрессии и наши отношения к ним. И вот уже никто не вспоминает, кого, зачем и куда продвигали, за кого голосовали месяц назад. А вот про аресты, суды и приговоры мы слышим каждый день. На короткий момент обществу показалось, что власть ослабила хватку. Ну или обществу это намеренно внушили. Фейковые дела по 212 статье – это организация массовых беспорядков в Москве – стали закрывать, а фигурантов стали выпускать. Общество расценило это и заслуженно расценило, как свою победу. Не будь массовых митингов и акций Московского августа, даже совсем надуманные и абсурдные дела по массовым беспорядкам ушли бы в суд. Не будь нескончаемых пикетов у администрации президента и корпоративной солидарности, уже несколько молодых людей уехали бы на зону. Но сделав важное дело, показав власти свое несогласие с конкретными проявлениями произвола, общество остановилось. Мы отвлеклись на политтехнологические игры, на работу с второстепенными и даже третьестепенными целями. Мы ослабили давление на власти. Результат не замедлил себя ждать. Владиславу Мордасову, ему всего 23 года. Яну Сидорову 20 лет. Они только что получили по 6,5 лет колонии каждой. 6,5 лет их сверстники будут получать образование, ходить на свидания, строить карьеру и остить детей. А они будут сидеть в колонии. Лучшие годы жизни. За что? Они вышли на улицу с плакатами в поддержку ростовских погорельцев и с требованием отставки правительству. Просто вышли на улицу, не убили никого, не покалечили, не изнасиловали, не обворовали пенсионеров, не оставили без еды детей, не наркотиками торговали. Просто сделали то, что каждому гарантировано Конституцией. Теперь оказывается, выход на улицу с плакатом – это подготовка к организации массовых беспорядков. А как узнали, что это подготовка? Да под пытками. Вот реально, ребят просто пытались, чтобы получить признание. Признание было нужно, поскольку доказательств никаких. 21 век на дворе. Что ж вы творите, гады? Это ж во времена Ивана Грозного так следствие вели. Вы еще дыбу в ОПК верните. Пытки бывают разными. Можно бить людей физически, как били в Ростове Владислава Мордасова и Яна Сидорова. А можно измываться над людьми более изощренно, как это происходит в том же Ростове с активисткой открытой России Анастасией Шевченко. Уже 9 месяцев Настя находится под домашним арестом по абсолютно вымышленному, абсурдному обвинению. Сотрудничество с нежелательной кому-то организацией. Она провела дебаты с Единороссом, публиковала пост в Фейсбуке. Вот ее вина. Насте грозит до 6 лет тюрьмы. Ну, следователям и судям мало бредового обвинения. Надо еще поглумиться. Мера пресечения – домашний арест. Но запрещено все. Звонки, интернет, работа, посещение врачей, продуктовых магазинов. Вроде бы не в СИЗО, а жить непонятно как. Двое детей и престарелая мать. Как кормить? Как заботиться? Вот скажите, что изменится, если разрешить Насте нормально жить, работать и заботиться о семье? Как от этого пострадает это вот дерьмовое расследование? Да никак. Ну, надо же поиздеваться. Но если над гражданами можно издеваться, можно их пытать, ставить в невыносимые условия, то мимо сотрудников в погонах даже проходить надо с осторожностью. Вдруг поднятым потоком воздуха нанесем им тяжкую травму или причиним невыносимые страдания. Данила Беглец, 27 лет, предприниматель. Двое несовершеннолетних детей. Один ребенок нуждается в серьезном лечении. 27 июля ехал на деловую встречу, увидел росгвардейцев, жестоко избивающих участника протестной акции. Якобы взял полицейского Никитина то ли за рукав, то ли за руку, чтобы прекратить избиение задержанного. Ну, вот сделал то, что должен сделать любой нормальный человек. Просто взял за руку, чтобы остановить, а то и за рукав. Два года колонии. Два года за применение насилия к представителю власти. Уж очень физически и морально пострадал ОМОНовец Никитин от этого. Я стесняюсь спросить, а как вот с такой повышенной чувствительностью они у себя в полку за руку здороваются? Так вот с утра придешь на работу, пожмешь всем руки и полиция выведена из строя. Это же просто институт благородных девиц какой-то, а не ОМОН. Причем даже неблагородных, поскольку врут, врут в показаниях, как ксивые мерены. Я вот правда не знаю, как этот пострадавший ОМОНовец Никитин по утрам в зеркало смотрит на свое отражение и не плюется. И всем понятно, что Данила Беглец не сделал ничего криминального, а сделал, еще раз повторю, ровно то, что должен был сделать каждый гражданин. Но власти надо показать силу и вседозволенность. И ни за что ломают парню жизнь. Уехать в колонию, это скорее всего потеря места в бизнесе, разрушение социальных связей, страдания семьи. Жена Данила Беглеца, Диана, и даже не может к нему на свидание прийти, они жили вместе, двое детей, официально не расписаны. И все? Не положено? Почему не положено? Да просто так, чтобы поиздеваться. Как издевались над семьей Данила Беглеца, проводя в доме обыск с целью изъятия материалов по организации митинга. Изъяли два свидетельства о рождении детей. Потому что могут. Могут делать все, что захотят. И плевать на справедливость, плевать на закон, плевать на здравый смысл. Никакой оттепели нет. Не надо себя обманывать. Власть просто немного приостановила наступление на граждан. Но только на момент, когда общество проявило силу и волю. Чуть ослабляется активность гражданского общества и уже идет откат. И вот уже дело седьмой студии Кирилла Серебренникова не возвращается в прокуратуру для прекращения. А снова идет в суд первой инстанции. И перспективы уже не совсем радужные. Чуть-чуть ослабло общественное внимание и прокурорские сумели передавить свою пользу. И вот уже Кассация решила, что не было нарушений в материалах дела. И новый директор ФСИН тоже плохой знак для общества. Генералы Александра Калашникова считают человеком подлеца Сечина. Слухи о его методах работы ходят весьма нехорошие. Да и сам факт назначения еще одного чекиста на место, которое должен занимать нормальный гражданский специалист, это плохой сигнал. Протесты московского лета имели большое значение. Это был прекрасный пример самоорганизации гражданского общества. Отстаивание своих прав и защиты своих соратников. Но нельзя останавливаться. Нельзя ослаблять давление. Да, жить в режиме противодействия сложно. Хочется отдохнуть. Вернуться к карьере. Профессиональной самореализации. Заняться урбанистикой. Строить комфортную среду. Снимать и смотреть хорошие фильмы. Просто расти детей в конце концов. Но, к сожалению, ситуация дошла до той точки, когда пространство для маневра, пространство для взаимодействия с государством становится все меньше. Не потому, что у нас государство плохое. Нет, просто его захватило и использует в своих целях шайка бандитов. И прикрывается им его именем. И, к сожалению, все чаще взаимодействие с государством выглядит как поддержка этой самой шайки. И нам все труднее быть дружелюбными с теми, кто своей репутацией эту шайку поддерживает. Вот я, когда сидел в тюрьме, мне было проще. Я мог простить за себя. Теперь я на свободе. В тюрьме другие. И теперь их становится все больше. Вот сегодня мы улыбнулись милому человеку. А завтра этот милый человек жмет руку людоеду. Да, к сожалению, бывает необходимо жать руку людоеду. Но с каждым днем репутационная цена такого взаимодействия растет. Зюганов, Жириновский, Набиуллин, Нагрев, Кузьминов, Косомара. Люди, которые отличаются от нас только одним. Они не просто взаимодействуют с властью. Они укрепляют власть своим авторитетом. А значит, мы должны думать о приемлемости для нас таких авторитетов в сегодняшней ситуации. В огне брода нет. Нам всем хочется оттепели. Оттепели в политическом смысле. Хочется перестать жить на осадном положении. Хочется заниматься своими делами. Но оттепель сама не возникнет. Ее надо отвоевывать. Эта власть сама себя не либерализует. Уже надо распрощаться с этим заблуждением. Ведь для слишком многих людей это заблуждение стоило свободы. А для некоторых – жизни. И будет стоить впредь. Всего хорошего. До новых встреч.